В эту пятницу армянский коньяк Айк-7, и сегодня его пробуждение. А оппонентом для армянского коньяка, согласно голосованию в телеграм-канале, был выбран дагестанский коньяк Каспий КВВК. Ну а вопросов к новичку, как обычно, два. Как он покажет себя в сравнении с другим коньяком, ну и какое место он займет в моем алкорейтинге. А мой алкорейтинг это мой сайт алковитек.ру, где я систематизирую и сортирую напитки, которые снимаю в своих видеороликах. А скидки, купоны, анонсы, обсуждения и голосования можно найти в моем телеграм-канале, ссылки в описании. И доброй пятницы, с вами пятница, два прекрасных коньяка и алковитек, выпьем. А сегодня я, как обычно, подготовил два бокала, которые сейчас забираются на овцу. А вскрытие начнем с коньяка Айк-7, потому что он новичок. Бутылка у Айк-7 пузатенькая, с юбочкой, с длинным горлышком. Мне кажется, раньше все армянские коньяки продавались в таких бутылках. Этикеточка простая, белая, отдает минимализмом. Есть небольшие тиснения, наклеена с пузырьками. Задняя этикеточка тоже белая, гладенькая, читабельная. Стекло прозрачное, термоусадка прозрачная. И оттуда уже вижу, что пробка пробковая. Производитель данного коньяка – Ереванский коньячный завод. Республика Армения, город Ереван. Это тот же самый завод, который производит коньяк Арарат. Импортер ООО «БИК». Сорта винограда, используемые при производстве. Кангун, Ркацетелли, Васкеат, Бананац. Такие же сорта винограда используются при производстве коньяков Арарат. Происхождение винограда, Республика Армения, год сбора урожая 2013, 40 градусов, выдержка не менее 7 лет, дата розлива – март 2023 года. Пробка пробковая, вклеенная в пластик. Брендинг отсутствует. А следующий ко вскрытию – коньяк Каспий КВВК. Бутылочка у Каспия стандартная, из белого прозрачного стекла, до сих пор еще не появилась версия с усеченной задней стенкой, этикеточкой глубокого синего цвета с золотыми тиснениями, задняя этикеточка прозрачная, плохо читабельная, когда бутылка пустая, в бутылочке сразу бросается в глаза очень толстое дно. Производитель данного коньяка – Дербенский коньячный комбинат, Республика Дагестан, город Дербент, переулок Красноармейский. Сорта винограда, используемые при производстве – Аркацителли, Рислинг, Униблан. Точно такие же сорта, как и у всех дербентов, которые попадали мне в руки. Место происхождения винограда – Республика Дагестан, год сбора урожая – 2012, дата розлива – июнь 2024 года. Пробочка у Каспия полностью пластиково-резиновая, с брендингом, закрывается очень хорошо. А цвет у коньяков совершенно одинаковый. Во всяком случае, на виде сверху отличий нету. Возможно, Каспий слегка потемнее, но когда я смотрел без телефона, мне казалось, что я их не отличу. На виде сбоку ситуация не меняется. Очень похожие по цвету коньяки темного янтарного цвета, но они прозрачные, цвет хорошо бликует в бокалах. Цвет коньяков порадовал, оба выглядят прекрасно. Возможно, все-таки Айк-7 немножко покраснее, но это настолько мизерное отличие, которое не имеет значения. Ну а мы переходим к ароматике, а начнем с коньяка Айк-7, потому что он новичок. Фрукты. Фрукты, не сухофрукты, а фрукты. Дубильность и какой-то цитрус. И по аромату непонятно, сладкий он или нет. Каспий КВВК. Вот здесь уже знакомые сухофруктики. Ванилька, шоколадка. И какая-то карамельная сладость. И гораздо больше дуба. Айк-7 еще раз. Фруктовый цветочный. Этот аромат более расслабленный, более легкий, менее тяжелый. Все то же самое. Фруктовый цветочный с цитрусом. Каспий. Ну, Каспий аромат, который я знаю, но не такой выраженный и не такой сладкий, как в Дербенте КВ. Шоколадно-ванильные тона, бочечка и карамелька. Естественно, с сухофруктами. Спиртик Айк-7. Напоминаю, спиртик внизу бокала, аромат вверху бокала. Спиртик сильный и резкий, но тоже отдает какими-то цитрусовыми цветами. Как же аромат сильно отличается от запаха спирта. Сильный, резкий спирт в аромате. Каспий КВВК. Знаете, аромат спирта послабже. Хотя, вроде бы, в Каспии КВВК должно быть спирта побольше. И аромат спирта похож на общий аромат коньяка Каспий КВВК. В Айке-7 тоже что-то есть похожее. Все-таки, наверное, спирт на одном уровне. Он разный. В Каспии КВВК спирт более объемный, а по силе примерно такой же. Его как-то много. А в Айке-7 спирт такой тонкий и острый, как игла. Легкий и тоже с цветочными оттенками. По аромату победителя нет. Оба коньяка прекрасно пахнут. И самые большие отличия это Каспий КВВК более дубильный и более сухофруктовый. Айк-7 более фруктовый, более цветочный и менее дубильный. Будем пробовать, а начнем с Айка-7, потому что он новичок. Возможно, этот коньяк похож на Ани, это 7-летний коньяк из линейки Арарат, только в полтора-два раза дешевле. Поскольку сорта винограда совпадают и время выдержки в бочках тоже совпадает. Но на официальном сайте я этого коньяка не нашел, поэтому официальной информации о нем нет. Спиртозненько. Первый всегда идет спиртозненько. Но фрукты чувствуются меньше, апельсинка чувствуется побольше. Ну, возможно, не апельсинка, цитрус. Также какие-то орехи присутствуют и дубильность гораздо выше, чем в аромате. Еще глоток. Удивительно, но я ожидал от этого коньяка сладость, а ее нет. Небольшая сладость есть, какая-то карамельная, но такой сладости, как в Дербенте КВ, нет. Отсутствует не сладкий коньяк. Но вкус присутствует, спирт хороший, никаких пробочек и побочек в нем не ощущается. Пока что да. Каспий КВВК. А вот Каспий КВВК гораздо сладче Айка 7. Присутствует карамельная сладость, и она повыше. Помимо сухофруктованильного шоколадного профиля, и дубильность, которая была в аромате, во вкусе слегка потерялась. Хотя в послевкусии дубильности много. Таки тоже да. Айк 7. В интернете про этот коньяк встречается информация, что он сделан из спиртов 7-летней выдержки, с добавлением спиртов 29-летней выдержки. Про они такая информация тоже встречается. Это опять же говорит о том, что возможно эти коньяки похожи. Несладкий, терпкий, не такой дерзкий, как медный всадник КВ, который был на прошлом сравнении. Но чем-то напоминает. Плюс фруктовость, медовость и дубовость тоже чувствуется. Хорошая вещь. Каспий КВВК. Сухофруктовый, ванильный. Ну, все как обычно. Шоколадный и дубовый. Чуть-чуть Каспий КВВК сладче Айка 7. Ну и профиль, естественно, совсем другой. Хотя по соотношению вкуса дуба и спиртуозности эти коньяки одинаковые. Только здесь преобладают сухофрукты, сладости, шоколад. А в Айке 7 преобладают фрукты, цитрус и какие-то орехи. Каспий КВВК ощущается более маслянистым, более густым. Может быть, кому-то этот критерий важен. Давайте же внесем суматоху. С прошлого видеоролика у меня остался медный всадник КВ, который сделан из армянских спиртов, из сортов винограда Кацетели Кангун. Эти два сорта винограда входят в состав Айка 7. Сравним, пожалуй, и их третий бокальчик. Забирается на овцу. Производитель медного всадника Санкт-Петербург, компания Дагвино. Сравнивать будем лоб в лоб Айк 7, медный всадник КВ. Больше аромата. Похожие ароматы, но в Айке 7 больше аромата. Медный всадник КВ, аромат на фоне Айка 7 как будто слегка теряется. Пробуем. Мням-ням. Медный всадник КВ. Медный всадник КВ еще менее сладкий, более резкий и более дерзкий. Но профиль, в принципе, похож. Аромат в медном всаднике гораздо легче и проще, и меньше, чем в Айк 7. Но вкус почему-то больше и сильнее. Какая-то схожесть присутствует, но в медном всаднике преобладает веточка. Кора веточки. Вот сейчас Айк 7 кажется посладше медного всадника. Посладше и полегче. Данное небольшое сравнение еще раз укрепило мою мысль о том, что все-таки медный всадник действительно сделан из армянских спиртов. Потому что какая-то схожесть есть. Медный всадник дал хорошую анестезию. Пока их убираем. Ну и почем же я приобрел эти коньяки в магазинах Санкт-Петербурга? Айк 7 я приобрел в интернет-магазине Винотека Теория АСТ. Как-то так он называется. В Питере всего два магазина таких. В Москве этих магазинов гораздо больше. В одном из магазинов в наличии было 0 бутылок этого коньяка, а в другом было всего 2. И отсутствие этого коньяка на официальном сайте говорит о том, что это вымирающий вид. А также дата розлива март 2023 года. Мне кажется, что я забрал одну из двух последних бутылок в Санкт-Петербурге. Хотя, возможно, где-то этот коньяк еще встречается. И стоил он в этом интернет-магазине 1090 рублей за 0,5. Каспий КВВК я купил в ароматном мире за 1030 рублей. По-моему, кроме ароматного мира, его больше и негде купить в Санкт-Петербурге. Потому что даже на официальном сайте дербенского коньячного комбината Санкт-Петербург выглядит как бермудский треугольник. И в нем отсутствуют официальные и неофициальные точки продажи дербенских продуктов. Каспий пьется легче. Не скажу, что аромат Айка 7 хуже или лучше Каспия. Но Каспий почему-то пьется легче. Густой, заходит как родной. Айк 7 имеет небольшую резкость. Но тоже приятен. Кто как себя показал из этих коньяков? Спирт на одном уровне. Аромат на одном уровне. Вкус на одном уровне. Но соотношение вкуса, спирта и аромата в Каспий и КВВК немножко получше. Айк 7 прекрасный представитель армянского коньяка. Но какая-то маленькая, жалящая, неприятная нотка в нем присутствует. Каспий КВВК тоже обладает какой-то неприятной яичной ноткой. Возможно это сырая доска. Возможно это еще что-то. Но все равно кажется более сбалансированным и более мягким коньяком. По итогу, в алкарейтинге. Айк 7 я размещу в районе Дагестана 12-летнего. Может быть чуть ниже. Дальнейшая дегустация мне подскажет место, где он окажется. Айк 7 немножко уступает. Но это не меняет того, что Айк 7 это отличный коньяк, отличного качества. И если у кого-то есть возможность приобрести его, предлагаю действовать незамедлительно, потому что похоже он заканчивается. Ну а нам с вами, господа алколюбители, нужно помнить, что человек, выпивший лишнего, не хранит тайн и не выполняет свои обещания. Посещайте алкарейтинг, заглядывайте в телеграм. До встречи в следующую пятницу.